Поучение святого Тихона Задонского о том, какие плоды приносит молитва. Так как молитва есть прошение добра у Бога, благих источников и подателя, просящим у Него, как написано в послании Якова, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не сходит свыше от Отца Светов. То молитва есть прежде всего виновница всякого добра, как телесного, так и душевного. Она же и обнаруживает христианина. Ибо, во-первых, молитвой мы исповедуем то, что Сам Господь говорит, Я и есть Господь Бог Твой. То есть мы показываем молитву о себе, что мы иного Бога не знаем, кроме Его, и на Него единого всю надежду полагаем. И мы единому поклоняемся, Его единого почитаем. От Него единого милости ищем. И этим мы уже и исповедуем, что Он есть Бог живой, вечный, вездесущий, всеведущий, всемогущий, о всем промышляющий, и Он един есть податель всякого добра. Он есть Бог наш, Господь наш, промыслитель наш, и мы, люди Его, и овцы, пажите Его. Салом 99. Молитву мы также показываем, что мы верим тому, что Бог обещал, и что Бог есть истинный, не ложен в своих обещаниях. Ибо Он Сам велел нам молиться и обещал, что Он услышит нас. Молитву утверждается и умножается вера, поподобие дерева, которое чем более орошается, тем больше растет. Благодать Божия, как дождь тихий, снисходит на молящегося и орошает сердце его, и творит это сердце плодоносным в добрых делах. Молитвою мы убегаем бесстрашие, ибо ею исповедуем Бога Вездесущего, Всенадзирающего, которого, как и Вездесущего, должно бояться и почитать. Молитвою мы вооружаемся против искушений дьявола, греха и всякого неблагополучия. Молитвою есть оружие христианское, которым противимся дьяволу и служителям его, и сохраняем и себя, и град наш духовный. Молитвою мы прогоняем печаль и скорбь. Когда верному нашему другу мы сообщаем скорбь свою, то этим получаем отраду некоторую. Так или много больше получаем утешение, когда скорбь свою объявляем нашему предлогому и милосердному Богу, и от него просим утешения. Молитва есть беседа с Богом. Какое это великое дело – кленному человеку беседовать с Богом великим и бессмертным. За счастье великое считаем с царем земным беседовать. Вскользовать в теленное благо – беседовать с царем небесным и вечным. От оставления же молитвы все противоположно идет. Оскудевает и исчезает вера. Искушению противиться человек сам по себе не может. И так падает бесстрашие и всякий грех. Отсюда же происходит разращенная и безбожная жизнь, затем отчаяние и, наконец, явная погибель. Аминь.